Мы уже рассказывали в выпуске новостей о первой сессии Совета Славянского района 7-го созыва, на которой был избран председатель Совета, а также созданы постоянные депутатские комиссии. Утверждены их состав и руководство. И вот уже состоялась вторая сессия. На ней побывала наша съемочная группа. Настрой новоизбранных депутатов на благотворную работу помог им, поскольку вопросы на сессии были очень серьезные, требующие внимания. По вопросу о внесении изменений в решение 55-й сессии Совета о бюджете муниципального образования Славянский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов выступила заместитель главы района, начальник финансового управления Валентина Пахарь. Выделена бюджет у региона дотация на сбалансированность бюджета. Учитывая, что исполнение бюджета и экономики идет в сложных условиях в текущем году, доходная часть у нас не выполняется в полном объеме, то есть край дает на компенсацию выпадающих доходов, частично будет рассматривать, и на дополнительное финансирование расходов учреждений. До новых никаких расходных обязательств не принимается в связи тоже с работой в условиях коронавируса. Был утвержден депутатами общий объем доходов на нынешний год в сумме 2 миллиарда 718 миллионов 928 тысяч рублей и по расходам 2 миллиарда 739 миллионов 250 тысяч рублей. Утверждены основные характеристики бюджета и на предстоящие два ближайших года. Была согласована также замена части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов дополнительным нормативом отчисления от налога на доходы физических лиц. Внесены изменения в решении 37-й сессии о бюджетном процессе, обсуждены и другие вопросы. Принятые решения позволят обеспечить стабильную, уверенную работу муниципалитета и сделать все необходимое для комфортной жизни славянцев. В расходах бюджета приоритетной была и остается социальная сфера. Это прежде всего образование, здравоохранение и социальная помощь населению. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа События.